Музыка Всем привет! Меня зовут Гео. Бочек, к сожалению, в кавычках, потому что движок за меня разработал еще в начале нулевых марк Увермарс, создатели геймейкера. Графику я заказываю у художников, а музыку покупаю на стол. За последние 8 лет я разработал, выпустил 3 игры на Сонтва, Стиме, Гоге, Хамбле и на консолях, на Свитче и на Иксбоксе. И совокупного дохода от игр мне хватает для того, чтобы заниматься своим хобби фулл-тайм. Ну и вот, казалось бы, я деньги зарабатываю на разработке, спецов каких-то нанимаю. Почему это вдруг соло-разработка, а отношусь я к этому как хобби? Почему это не просто обычная инди-разработка? Попытаюсь вот это вам, об этом рассказать и рассказать особенности своего подхода к делу. Значит, на продажу я делаю игры вот 8 лет, а вообще разработкой занимаюсь уже около 20. И первые игры, естественно, я делал как уж совсем чистое хобби. Какие два навыка нужны, чтобы сделать игру? Ну, естественно, это программирование и рисование. С программированием более-менее у меня получилось все сразу, срослось. Вот, хотя программированием тоже это можно назвать так, с натяжкой. Настоящие программисты к таким деятелям вроде меня относятся так с иронией в лучшем случае, а часто и с такой вздолей презрения. Потому что готовый движок и что-то там такое. Ты вот на внутреннем скриптовом языке программируешь какую-то логику. Почему это программирование, они не понимают. Но, тем не менее, этого хватает, чтобы персонажи по экрану бегали. То есть в современных условиях этого хватает, чтобы сделать игру. А с рисованием так ловко не получилось у меня. И где-то через год набора скилла и контента для той игры, которую я тогда делал, я понял, что, в общем-то, близок уже к выгоранию. Ну, а если не идет, то я считаю, через себя переступать не нужно. Не идет, значит, не ваше. Ну, чего? Нужно искать единомышленника. Ну, поиски единомышленников – это такой особый квест, часто невыполнимый. Как и в моем случае оказалось. То есть людей я нашел, но буквально через месяц-два все благополучно разросрались и разбежались. Однако на иглу разработки я уже подсел. То есть я уже понял, что делать свою игру намного веселее, чем играть в чужую. И я взял, собственно, чужую графику из своих игр для Famicom, 8-битных еще. Вот. И на них уже стал строить свой геймплей, свои истории какие-то рассказывать. И анимации, в общем-то, тоже переделал на свои. Потому что в 8-битном формате это, в общем, было несложно. Когда же в 16-м году я решил попробовать коммерческую игру сделать, пройти Greenlight, то фактически я взял свой старый прототип и заменил в нем чужую графику на оригинальную. Заказал ее у художника. И художники, которые со мной работают, они, в общем, об игре имеют очень такое слабое представление. То есть они хорошо понимают сеттинг, естественно, потому что сеттинг им нужно реализовывать. Они его фактически реализовывают графикой. Но о чем игра, в чем там особенности геймплея и сюжета истории, они этого не знают. То есть в игру они играют уже на релизе. То есть пестировать я ее до релиза тоже, в общем-то, никому особенно не даю. Ну и назвать это работой в команде какой-то привычной, конечно, сложно. Поэтому я это называю соло-разработкой. Это что касается команды. Что касается инди. Почему это не инди? Ну 20 лет назад, когда я начинал, собственно, инди кто такой был? Это был такой вот энтузиаст, который по кайфу в свое свободное время делал игру. Часто это были игры бесплатные, короткие, сделанные на игровые джемы какие-то. А потом появился гринлайт и, в общем, прорубил дорогу всем этим инди. Они смогли игры свои продавать. И как только первые инди-разработчики стали миллионерами, то в общественном сознании родилась такая мысль. Могла бы родиться такая, что, смотрите, можно вот для души что-то делать, а оказывается, это кому-то нужно. А мысль родилась другая совсем. Смотрите, можно на коленке собрать вот какую-то ерунду и конкурировать там с ААА проектами. Ну а чем и, собственно, хуже все остальные. И все ломанулись туда делать инди-игры. Началась такая вот золотая лихорадка. И вот этот вот инди-разработчик, который стоял на вершине, и на вершине стоял тот человек, который сделал все компоненты в игре сам. Ну и из нынешних это, наверное, Эрик Барон, Старди Уэлли, разработчик. А из старых это Пиксель, который сделал кейсторию. Если кто-то в курсе инди-историю, он знает. Вот этот автор, который, соответственно, максимально выразил себя в этом произведении, он скатился вниз на дно этой пирамиды и, собственно, превратился в такого начинающего ВПшника, который стремится опять же туда, к бюджетам и к серьезным инди. Более того, если старые разработчики, вот еще времен Greenlight, они продавали свои игры игрокам, то нынешние инди-разработчики продают игры издателю. То есть задача инди-разработчика текущего – запитчить игру инвестору, получить деньги и все. И на этом, собственно, процесс заканчивается. Дальше что там с игрой будет? Ну это издатель уже разберется, не наше дело. Я же такой как бы инди-разработчик старой формации, еще с тех времен, когда это было как хобби, воспринималось. И, в общем, как хобби продолжаю к этому относиться, хотя оно и деньги какое-то до сих пор приносит. От чего же инди-разработчик, ну в данном случае я, получаю вот этот ежедневный кайф? Ну и, естественно, от решения задач. Если задачи ранжировать вот так вот грубо, то это будут легкие задачи, умеренные и сложные. От легких задач, это которые вы легко вот вкатились в них, сделали и не так много получили от этого кайфа какого-то. Умеренные, на которые вы затратили больше энергии, но и больше получили взамен. А тяжелые, в пределе невыполнимые, это те задачи, которые вы делали, затратили энергии гораздо больше, чем на умеренные, а выхлоп с них побольше, чем с умеренных, но не сильно. А в пределе вы не получаете ничего. То есть вы бились в какую-то задачу и ее, в общем, не решили. Соответственно, легко понять, что если вы делаете легкие задачи, то они ведут к скуке, а сложные задачи ведут к выгоранию. Задача же соло-разработчика заключается в том, чтобы затратить энергию на решение задачи и от решения задачи получить энергию взамен, чтобы перейти к следующей. Так он, соответственно, двигается дальше. Однако количество задач не бесконечно. То есть для решения, для разработки игры вам нужно решить там 10 задач по программированию, 10 по рисованию, 10 по лору по какому-то. И многостаночник, человек, который покрывает сразу несколько направлений, ему проще этот энергобаланс регулировать. То есть где-то он ушел в скуку, переключился на другое и там поднабрал энергии, вернулся туда. Узкий специалист, конечно, ему намного сложнее в этой системе работать. Он более склонен к выгоранию. И так как количество вот этих задач ограничено, то появляется такой соблазн взять готовое решение. Особенно учитывая то, что мы привыкли слушать профессионалов, а профессионалы обычно люди из бизнеса, из коммерции. Однако коммерческий геймдев и творческий – это такие две параллельные вселенные с разными задачами. И применять подходы коммерческого геймдева к творчеству иногда прямо противопоказано. Поэтому коммерция что делает? Она минимизирует трудозатраты, чтобы получить больше прибыли. И берет готовое решение. А инди-разработчик, который как хобби делал, он лишил себя вот этой возможности получить энергию дополнительную от решения задач. И взяв готовое решение, у него останутся там какие-то… Ну, пять, допустим, он взял, пять осталось. И останутся те, которые, скорее всего, будут либо слишком легкие, либо слишком сложными. И дойдет ли он на них до конца, уже неизвестно. Поэтому для инди-разработчика вполне полезно изобретать велосипед. Даже если это велосипед, там, движок. Многие над этим смеются, что ха-ха-ха, вот зачем кто-то там изобретает совсем уж такой вот низкоуровневый велосипед, движок собирает, хотя есть Unity, Unreal, там, чего там только нет. Но если человек работает для себя, то его вот этот кайф от работы – это главный критерий. И на своем движке он может уехать гораздо дальше. Потому что любая разработка заканчивается тогда, когда она перестает быть интересна продюсеру. И в коммерческой разработке продюсер, интересно, что? Потенциальный доход. Как только он понимает, что потенциальный доход может быть вот в каком-то другом направлении, в другом проекте или так далее, он эти ресурсы перераспределяет. И на любой стадии проекта это может произойти, какая бы у вас там гениальная команда ни была собрана, какой бы у вас там проект, какой бы ни был. Вот продюсер посчитал, там, фокус-группа ему нашептала на ухо, что лучше вот туда перейти. И он программистов перекинет туда. И студия может закрыться в любой момент, на любой стадии. В общем, таких случаев очень много. Что касается, опять же, хобби разработчика, он тоже является продюсером. Если это соло-разработчик, то единственным в своей игре. Но его цель какая? Получить фан. И как только он перестает получать фан, точно так же на любой стадии. Вот уже там через месяц, казалось бы, релиз, и вдруг игра заканчивается. Больше он вот смотреть в эту сторону не может. Поэтому фан от процесса – это, ну, главный точно, возможно, единственный показатель, на который должен обращать внимание соло-разработчик, за которым он должен следить. И чтобы не прийти вот к этому состоянию, все, значит, компоненты разработки, которые к нему ведут, ну, вот чувствуете уже сейчас, выгораете, от них лучше отказываться. Даже если такие вот важные вещи, например, как пиар. Ну, это к разработке совсем уж не имеет отношения, скорее, к продаже игры, но тем не менее. Ну, такая спорная, понятная вещь. Но тем не менее, если пиар вас ведет к выгоранию, то лучше его не делать вообще. Принято считать, что инди-разработчики поэтому и проваливаются, потому что они пиаром не занимаются, искусство, значит, маркетингом не владеют, и поэтому визибилити у них низкий, никто о них не знает и так далее. Возможно, так оно и есть, хотя, в общем, если посмотреть на практику, то и через одну игры крупных издателей проваливаются, и вдруг вчерашние там вот одиночки куда-то взлетают там до небес. Поэтому творческий успех, он скорее такой больше про случайность и про удачу, нежели чем про набор каких-то скиллов. Ну, это спорная, понятно, теория. Бесспорным, я надеюсь, покажется для вас такой пример. Если взять два крайних случая. Один — это игра распиаренная, но не выпущенная, потому что разработчик выгорел и больше уже не мог этим заниматься. И игра выпущенная, но пиара в ней было ноль. Однако на релизе Steam все равно дает какой-то трафик, поэтому шанс все равно у нее будет. Ну, очевидно, что лучше выбрать выпущенную игру, нежели та, которая никогда не выпустилась. И это такой неабстрактный пример. Вот я лично знаю людей там со своего старого форума. Там парень делал игру 10, а то уже, наверное, сейчас уже какой год? 24-й, 12 уже, наверное, лет. И так он ее и не выпустил. Хотя с пиаром у него все было хорошо. По выставкам возил, показывал. На Ютубе у него там, наверное, 60-70 миллионов просмотров по его игре, потому что там три крупных миллионника подключились и пропиарили очень хорошо. Но игры до сих пор нет. Так что смысл был вот этого пиара без выпущенной игры не очень понятно. То же самое касается, например, планирования. Вот сам я альпинизмом не занимался, но слышал такое правило у альпинистов, что когда они лезут на гору, покоряют ее, они не смотрят далеко вот наверх, потому что массив горы начинает давить их. Сложно двигаться вперед. Кажется, столько всего нужно сделать. То же самое происходит, когда вы смотрите вниз. У меня вот произошло такое за месяц до релиза первой игры. То есть я оглянулся вдруг назад и понимаю, что четыре года я этим делал, делал этот проект. И что если сейчас что-то пойдет не так, то еще четыре года я на это не потрачу. И вот это вот то расстояние, которое пройдено, оно парализует ваш следующий шаг. Страх это как-то вот я преодолел, прошел дальше, но вот ощущение вот этой бездны под ногами, оно осталось, и больше я так и не делал. Поэтому альпинисты советуют смотреть на несколько шагов вперед и далеко не планировать. То же самое говорят, например, писатели, которые пишут длинные произведения. Что Гальзака спрашивали, например, как написать вот длинный роман. Ну, очень просто. Вы садитесь каждый день и пишите по сколько-то там страниц в день. Соответственно, через какое-то время вы увидите, что какие-то главы уже написаны, и с играми происходит то же самое. Поэтому я, например, сам лично работаю не по таскам, а по времени. И планирую буквально вот прямо на текущий день. Вот сегодня хочется этим позаниматься, позанимался этим. Выделяю только то время, которое нужно сегодня уделить игре. Через какое-то время вы понимаете, значит, что что-то уже сделано. То же самое относится к дедлайну. То есть, когда вы не планируете, дедлайн вам не грозит. А дедлайн что такое? Ну, всем нам известно, это такой домоклых меч, который где-то там висит, но висит он где-то там, а портит жизнь прямо сейчас. То есть, футбол мы гоняем вот утром во дворе с ребятами, а вечером надо уроки делать. И как только вспомнишь об этом, сразу же не так весело. Так. Следовательно, если вот так вот и работать, значит, в кайф, то есть вероятность уйти вот в такую бесконечную разработку. То есть, вы в кайф работаете, работаете и так никуда не приходите. Особенно новички этим грозят, потому что они любят разрабатывать бесконечно какие-то второстепенные вещи. Например, они любят бесконечно разрабатывать интерфейс. Вот менюшку им нужно, значит, очень красивую вылезать, вот прям до блеска. И на это они убивают всю свою энергию. И опасность, опасность еще в том, что на решение задачи наибольшей энергии вы получаете от грубого решения. А вот эта вот работа напильничком, она по времени занимает часто столько же, как и грубое решение, а энергии уже дает меньше. И велика вероятность, что вы в результате действительно окажетесь с этой вот менюшкой, а игры у вас не будет. Вот чтобы этого не произошло, чтобы вы бесконечно с ней ушли, в бесконечную разработку, нужно немножко переориентироваться, начать мыслить лупами. Потому что любая игра, даже если она кажется вам линейной, она имеет цикличную структуру и состоит из игровых лупов. Игровой луп это что такое? Это набор действий игроков, в результате которых он получает новую порцию контента. А контента может быть все что угодно. Это графика, музыка, текст, логические задачи в том числе. Вот, например, Tetris целиком состоит из контента вот этого типа. То есть контент Tetris это логическая задача, куда поставить следующий блок. А геймплей это, соответственно, вы блок этот крутите и кнопочку вниз нажимаете, он сваливается. И циферки еще. То есть циферки сами по себе тоже являются контентом. Это уже как бы доказано. Тапаем в экран и циферка увеличивается. И в общем игроку больше ничего не нужно. Ну, если в общем вот случае рассмотреть, то, соответственно, вы идете из этой точки бэкграунда в ту точку бэкграунда, по пути бьете там каких-то врагов или решаете задачи, потом приходите к боссу, босс вам предлагает паттерны движения какие-то новые, вы его побеждаете, видите кусок сюжета и дальше это все повторяется. То есть увидев вот этот вот игровой луп, единственный, игрок уже понимает, о чем будет игра, какой тип контента она предоставляет и что ему нужно будет делать. И особенность игры еще в том, что игрок с любого вот этого лупа может выйти и остаться довольным. То есть если сравнивать с другими медиа, например, с фильмами или с книгами, то сказать про фильм, например, что вот вчера я смотрел офигенный фильм и дропнул его через полчаса, ну это такой аксюмарон. То есть это худшая характеристика для фильма, что вы его не досмотрели. Настолько он был плохой, что я даже не досмотрел его. А для игры это нормально. То есть можно поиграть пару часов и все хорошо. Вот если вы про себя вспомните, может быть, даже какие-то свои любимые игры вспомните, которые вы никогда не проходили. Следовательно, если разработчик реализовал хотя бы один луп игровой, то фактически он уже сделал игру. Дальше ему нужно просто набирать контент вот на то количество лупов, которые он либо запланировал, либо уперся вот в результате выгорания. И в тот момент, когда вот он уже, это выгорание близится, нужно применить тоже такой навык, может это особенность характера, посмотреть на то, что у вас есть и отсечь лишнее. То есть убрать все свои хотелки, которые не успели реализованы или еще долго реализовывать. Это тоже, к сожалению, почему-то вызывает сложности у многих разработчиков и многие игры вот так никогда света и не видят. И вот после того, как вы, значит, собрали из этого, ну, например, там, не знаю, планировали вы сделать 8 этапов, а сделали только 3, контента только на 3. Можно сюжетно, например, обосновать, почему игра закончилась на 3 этапах. Либо вообще пересмотреть эту концепцию и сделать на high score на 3 этапах и бесконечно крутить. Либо вообще 1 этап оставить. Но так или иначе, один игровой луп, уже готовая игра, вы можете уже двигаться к релизу. Релиз вот на этом, в суперусловном графике игровой жизни игры, это вот точечка. В лучшем случае это будет неделя или месяц, если вот вы игру прям мирового уровня сделали. Скорее всего, это и будет вот день, а иногда и час, в который вы увидите, что продаж нет, онлайн пустой, все пропало. Если это была коммерческая разработка, то вполне возможно, что действительно все пропало. Потому что именно в этой точке продюсер будет считать, стоило оно того или нет. Будет ваша студия вообще продолжать существование или не будет. И вот это вот все время до релиза, а это годы, они отравлены вот этой точкой. Если же вы занимались своим делом, разработкой как хобби, то в этой точке вы тоже, естественно, расстроитесь. Ну, провал он и есть провал. Но вот этот негативный период, он будет более таким дискретным. И в любом случае, это не будет кульминацией вашей деятельности. Потому что цель ее была какая? Получать фан. И вы достигли этой цели в первый же день, как вы начали делать игру. И достигали ее все время до и после будете достигать, если сам процесс вам до сих пор приносит удовольствие. Потому что в конечном итоге у нас только и есть вот этот вот день. Неважно, на кого мы там работаем, на дядю, на себя, на корпорация или там маленькая инди-команда, только вот этот день у нас и есть. В котором мы занимаемся любимой работой, которая создает из задач, от решения которых мы получаем кайф. И прелесть соло-разработки в том, что вот этот день, этот процесс, можно максимально очистить от вещей, которые его портят. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть.